Заповедь первая Организм дает Своей клетки все, место для жизни, материал для построения клеточных структур, пищу, воду, воздух, удаляют отходы и тому подобное. Теперь поставьте на место клеточки самих себя, на место организма Бога и вам станет ясным, чем для человека Бог является. Из подобного разъяснения вытекает вся значимость соблюдения заповедей. Человеку необходимо всеми силами поддерживать и укреплять свою связь с жизнедателем, Богом. Поддержанию и укреплению этой связи способствует выполнение заповедей Божьих. Таким образом, первая заповедь говорит о самом важном для человека и его деле на земле. Она же указывает и на то, куда и на что должно в первую очередь быть ориентировано все его внимание и устремление. Смена приоритетов, ориентация на материю неизбежно приведут человека к порогу духовной смерти. Заповедь вторая. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Этой заповедью Господь предостерегает человека от ложного пути. Только он один является для всех существ жизнедателем. Все остальные выполняют его волю и не обладают способность давать жизненную энергию. Отсюда. Любое ложное устремление уводит человека как от единственно правильного пути развития, так и лишает его жизненной энергии. Почему вина отцов передается их детям? Мы уже разобрались с вами, в чем заключается понятие первородного греха. Ориентация предков человека на материальное достижение привела к тому, что чрезмерно развился головной мозг, материальный представитель земного рассудка, и передавил, исказил внутри мозговые полости материальные представители духовного разума. Так неправильная ориентация предков человека привела к тому, что человечество пошло иным эволюционным путем, за который теперь расплачиваются дети. В более мелком масштабе людей наказывают за то, что они привязались к чему-то земному, и большую часть своего внимания уделяют ему, нарушая эту заповедь. Например, чрезмерная привязанность к собственному ребенку. Ребенок для такого человека дороже всего. Ради него он готов на любую жертву, из-за которой он забывает все остальное. Вот вам один вариант идолопоклонничества. Если человек ставит земное наслаждение выше всего и при всем желании не способен отказаться ради чего-то другого от этого наслаждения, другой вариант идолопоклонничества. Любовь к деньгам, к власти, к противоположному полу и другим земным почестям и чувственным наслаждением вергает их на ложный путь. На этом пути человек только тратит на объект своего поклонения свою жизненную энергию. Он перекачивает то, что дает ему для жизни Бог на объект своего поклонения. В результате идол, как вампир, наполняется жизненной энергией поклоняющегося ему человека, ничего не давая ему в обмен. Человек, ставший на этот путь, деградирует во всех отношениях. От этой деградации нас предостерегает Господь, дав нам эту заповедь. Если же в земной жизни человек тянется к Богу так, как указано в первой заповеди, то есть истинно и искренне, в любви, полное благоговение, то он через эту связь начинает устремляться в высшие духовные сферы. Подобное почитание и любовь к Богу непримерно приведут такого человека в обитель чистых, освобождающихся от греха духов. Третья заповедь. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Имя создает в сознании человека понятие. Понятие Бог наиболее великое и свято, что имеется у человека. Его нельзя тиражировать в бескрайней надобности. Это ведет к его невольному или сознательному умолению и обесцениванию. Опошляется само понятие. Истинно и ищущий и любящий Бога не допустит этого никак. Запомните это навсегда. Из всех десяти заповедей на эту ясную заповедь Господню меньше всего обращается внимание и она чаще всего нарушается. Безобидные на первый взгляд несоблюдение унижают святое имя Господне и вместе с ним понятие Боги. Это лишает его святости, загрязняет его неприкосновенность через повседневное употребление и низведение до обыкновенного разговора. Это незримо, но тем не менее наказывается. Растет долг человека пусто слова и пожнет он рано или поздно плоды своей болтливости. Пусть тогда он не удивляется различным недоразумениям и случайностям, происходящим с ним, с детьми его. Надо научиться уважать имя Господне и произносить тогда, когда это жизненно необходимо. Только в этом случае лишь произнесение его имени сотворит чудо, сделает дело нужное вам или благоприятно разрешит ситуацию. Поэтому обдумайте серьезно, прежде чем просить Бога о чем-нибудь, действительно ли оно крайне необходимо вам. Помните, в радостях или горестях теплое внутреннее чувство без слов имеет гораздо большую ценность, чем тысяча словесных молитв. Ибо такое внутреннее чувство всегда бывает искренним. Это является священным моментом, когда человеческий дух, прося или благодаря, готов пасть ниц перед ступенями божественного престола. Этот внутренний порыв духа невозможно тиражировать. Цените его. Четвертая заповесть. Помни день субботний, чтобы святить его шесть дней работой и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Эта рекомендация дается человеку для лучшего самоосознания его самого как духовного существа. Мирская деятельность, связанная с земными делами, незаметно приковывает дух человека к материи. Чтобы этого не происходило, и человек чувствовал себя как существо духовно, оторванное от всяческих земных дел и забот, ему необходим день полного покоя, устремленности к духовным мирам и сферам. Именно с этой целью и дан день субботний. В этот день человек должен углубиться в свои мысли и внутренние переживания. Желательно пересмотреть свою земную жизнь, особенно минувшие шесть рабочих дней. Пересмотр надо делать с учетом своей духовной жизни, выявляя недоработки и изъяны. Далее сделайте полезные выводы для своего будущего. Замечено, что память человека хорошо запоминает события предыдущих шести дней своей жизни. Отсюда их можно легко обозреть. А что дольше длится, легко забывается. В результате такой работы сознание человека постепенно меняется в лучшую сторону. Греховный отступает, и человек становится искателем истины, вступает на путь духовного развития. Всегда взвешивая, находится ли истинный смысл заповедей Божьих в полном соответствии с твоими поступками. Лишь таким путем субботний день с тобою святится. Потому что он через твое спокойное самоуглубление достигает той цели, ради которой он был установлен. А вот последователи Иванова Порфирия в этот день голодают. Как вы относитесь к подобной рекомендации, спросила Татьяна. Эта заповедь направлена на то, чтобы человек раз в неделю полностью отрешился от всего земного и жил духовными устремлениями. Пища является главной привязкой человека к материи и земному миру. Отказ от нее в это время говорит о том, что человек действительно, а не на словах, стремится к духовному совершенству. Во время субботнего голода надо вспоминать и анализировать прожитую неделю и делать из этого правильные выводы. В этом случае действие этой заповеди намного усиливается. Последовал ответ Николая Юрьевича. Святить не значит расточать. Человек не должен зря тратить время своей земной жизни. Это время предоставляется человеческому духу для созревания. Ведь после космического поворота, который теперь медленно окутывает землю, дается еще короткий срок, чтобы люди могли наверстать просроченное. А для этого надо применить все свои силы. Святите субботний день, будь то у себя дома или еще лучше на природе с соблюдением поста. Это особенно сильно помогает пробудиться человеку как в мышлении, так и во внутреннем чувстве. Пятая заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дал тебе. Что нам дают родители наши? Через них идет воплощение нашей души. Они избраны Богом, чтобы через них человеческой душе была дана возможность к совершенству. Уже за одно это их надо почитать. Родители передают нам традиции, в том числе и заповеди Божии. Ни в коем случае не должна нарушаться цепочка передачи традиций. Именно утеря традиции привела к тому, что люди отшатнулись от духовного мира и все больше и больше погрязли в материальном. Извратили свой путь на земле. Своеволие детей, отказ от опыта родителей – основная причина духовного одичания. Чтобы этого не случилось, чтобы существовала передача духовных знаний, необходимо слушать своих родителей и почитать. Ведь мир Божий устроен так, что мы воплощаемся через наших родителей, а потом они воплощаются через нас. Наши предки при таком раскладе помогают нам, поддерживают из мира духов. А мы, в свою очередь, в земном существовании являемся им островками убежища защиты, когда они лишены земной оболочки и подвергаются нападению сил тьмы. Исходя из этого, почитание родителей не ограничивается рамками земной жизни, но продолжается и в тонком мире. Познавшие эту связь и зависимость людей совсем по-другому относятся к своим родителям, а родители – к своим детям. У некоторых людей эта заповедь вызывает особую душевную борьбу. Как может ребенок чтить своих родителей, которые уничтожили его по праву более сильного? Может ли ребенок уважать родителей, если он слышит их перебранки, видит, как они обманывают друг друга и его самого? Подобные семейные сцены часто превращали эту заповедь в муку для детей, делая невозможным ее выполнение. Слово «мать» или «отец» должно всегда пробуждать сначала у ребенка, а потом у взрослого человека теплое, искреннее внутреннее чувство. От него должен возникать достойный образ родителей, полной чистоты, предостерегая или благословляя, как путеводная звезда в течение всей земной жизни. Отсюда на родителей налагается высокая ответственность. Правильно передать своим детям духовные традиции, своим примером демонстрировать их, всеми мерами пробуждать детей к духовной жизни, показывать заблуждения и опасности материального пути. Шестая заповедь. Не убивай. Всем животным существам хочется жить. Все желают эволюционировать. Насильственная смерть прерывает эту возможность. Убить можно и совсем по-другому. Можно морально уничтожить человека. Можно погасить высокое стремление. Можно убить чужую любовь и тому подобное. Отсюда заповедь не убивай, необходимо рассматривать гораздо шире. Как ранее говорилось, каждое живое существо желает жить. Но человек в угоду своим чувственным интересам, наслаждениям и корости распахивает земли, на которых рос лес или блости, проводит автострады, сажает на это место табак, зерновые, масляничные или другие культурные растения в избыточном количестве для питания. Этот избыток пойдет на удовлетворение его корыстных и чувственных интересов. Тем самым он в угоду своему эгоизму истребляет флору и фауну этих мест. Более того, человек лишает возможности нового воплощения. За счет только одного этого в потустороннем мире скопилось огромное количество невоплощенных душ, растений, животных, насекомых, птиц и так далее. Нарушилась гармония между воплощенным и тонкоматериальным миром. Возникшее напряжение может прорваться в виде катаклизма большего или меньшего масштаба. Своей корыстной деятельностью человек уродует саму планету Земля. Он не понимает, что она такое же живое существо, которое дает ему материальное обеспечение. Добыча полезных ископаем, откачка нефти, выбросы углеклистого газа в атмосферу, запуски ракет, ядерные взрывы и многие другие вещи разрушают Землю. Теле и радиоволны разрушают самые тонкие уровни нашего бытия. Повсеместная телефонизация и телевидение вергают дух человека во все большее погружение в материю. Достижения в каучках науки напрочь оторвали человека от духовных сфер и приковали к материальным вещам – телевизорам, телефоном, автомашинам, комфорту и грубоматериальным наслаждениям. При этом людям безразлично, как чувствует себя окружающий мир, что он погибает от подобного. Вдумайтесь в такие факты. Сейчас ни одно домашнее животное не умирает естественной смертью от старости. Свинья, корова, домашняя птица, как только подходит их старость, отправляются на бойню. Ужас смерти – сей деятельность человека. Не менее жестоко отношение человека к себе подобным. Сколько в мире делается абортал? Сколько лишенных воплощений и нормальной эволюции человеческих душ вопиют в потустороннем мире? Междуусобицы и войны, все более жестокие и изощренные, прокатываются по планете. Люди гибнут в боли, ужасе и раздражении. Такие души наводнили потусторонний тонкоматериальный мир. От подобного напряжения меняется физическое состояние Солнечной системы. Возникают различные аномалии, меняется климат. Само человечество пребывает в ауре ужаса и боли от совершенного им. Землетрясения, наводнения, смерчи и прочие природные катаклизмы прокатываются по планете, предвещая начало последнего суда над душами человеческими. Любые ростки духовного роста, искренности и чистоты душатся в зачатке. Души людей черствеют. Люди боятся искренне любить, дружить, заботиться о себе подобных. Различные кровотолки, насмешки, напрочь отбили охоту делиться самым сокровенным. Подобными поступками люди убивают все лучшее как у других, так и у самих себя. За причиненное страдание им придется отвечать тем же. Эта заповедь указывает и на умеренное потребление пищи для своего существования. Употребление большего, чем необходимо для жизни количество, грех, приносимый природе и потешающее чувство вкуса. Кулинарные пристрастия, чревоугодие и чревоблудие вергают человека в зависимость от пищи, то есть материи. А излишнее потребление приводит к болезням. Что еще неприятно, греховно вытекает из этой заповеди, этот человек желает за счет растений, животных и прочего поддерживать свою молодость. Это уже поставлено на конвейер. Шампуни, бальзамы, витамины, гормоны и тому подобное призваны нормализовать и омолодить волосы, кожу лица, тело, половые функции человека. На этих потребителей ложится грех убийства природы. Потом за все это придется расплачиваться и не надо будет роптать. За что? Ответ будет дан один. За убийство в самом себе духовности. За следование путям чувственных побуждений, которые толкали тебя в спину, говоря, ты этого достоин. Седьмая заповедь. Не пролебодействуй. Орех пролебодеяния основывается на побуждении человека к половой близости. Половая близость должна решать одну задачу – продление рода. Но ввиду ее чрезвычайного сладострасти, продление рода отошло на второстепенный план. Люди готовы предаваться сексуальному наркотику постоянно и требуют все более и более изощренных чувственных удовольствий. По грязному в сексуальных чувственных удовольствиях они тем самым связывают себя с материей и неумолимо влекутся к духовной смерти. Пролебодеяние начинается с малого. Вначале человек поддается слабому импульсу. Далее он его в себе смакует, искусственно раздувает собственными фантазиями. Все это укрепляет и оправдывает возможность пролебодеяния. И, наконец, оно окрепно захватывает человека и вводит в грех. Потом оно не оставляет человека, а продолжает мучить, подталкивая на все новые и новые пролебодеяния. Развращенное мышление такого человека превращает его в предаток своим половым органам. Любое ограничение этого побуждения вызывает ропот и недовольство, показывая тем самым эгоизм человека в богопротивное чувство. Господь этой заповеди запрещает людям использовать его жизненную энергию, проходящую человека, в источник чувственных наслаждений. Если желаешь духовно расти, то надо подняться над этим, приковывающим к материи наслаждением. Когда человек достигает определенной духовной чистоты, то через него идет такой светлый и чистый поток божественной любви, с которым не сравнится никакое временное сексуальное переживание. Что касается высших духовных сфер, то продвинутые человеческие люди постоянно окупаются в океане невыразимого божественного блаженства. Эта заповедь указывает и на то, каким должен быть брак, добровольный союз мужчины и женщины. Ведь еще в Библии сказано, и оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет два-одна плоть. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной на всех уровнях их существования должны спаять их воедино. Особенно важно их мысленное духовное единение, которое дополняется конечной материальной связью с помощью сексуальной близости. Ведь вначале влечет мужчину к женщине духовный и мысленный импульс. Именно они при обоюдном совпадении порождают небывалый жар и плотской любви, обилие чувств, многообразие их оттенков. Только в результате подобной любви могут воплощаться великие души, которые резонируют на нее и воплощаются через такую семейную пару. Взаимная карма таких любящих людей облегчается. Они облучают окружающее их пространство гармонией, пониманием, благородством и счастьем. Именно такая любовь Бога угодна. Если подобных отношений нет, то такой брак превращается в обычное сожительство. Супруги живут своими интересами, эгоистичны. Это сразу же чувствуется по духовной ауре, в месте их проживания. Безразличие, а порой и враждебность облучает посетителя, вызывая у него чувство дискомфорта, тревоги и раздражений. В глубине души подобные супруги жестко страдают сами и мучают других. Лишь одно это сеет вокруг них мысленный яд. В таких семьях и души воплощаются подобны им равнодушные, эгоистичные. Таким образом, эта заповедь предостерегает человека от опасности стать придатком к своим половым органам и от узаконенного, но никому не нужного сожительства. Истинный брак существует только там, где царствует гармония и мир. Один супруг живет для другого, старается ему доставить радость, но не делает из него кумира. Односторонность, взаимная непонятливость и скука в таком браке полностью и навсегда исключены. Нет и пагубной жажды развлечений. Поэтому ищите свои половинки и будьте счастливы. Восьмая заповедь. Не кради. Девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Десятая заповедь. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его. Ничего, что у ближнего твоего. Что касается последних трех заповедей, то их можно объединить по одному главному признаку. Человек крадет, произносит ложное свидетельство, желает чужого дома по одной причине – он недоволен тем, что это имеется у другого человека, а не у него. Он в этом усматривает некую несправедливость и своими помыслами, а потом и действиями пытается ее восстановить. А как насчет Рубингуна, ведь он отбирал у богатых, которые нажили это несправедливыми действиями, спросил Петрович. Первоначально эти заповеди относились к другим понятиям, ответил Николай Юрьевич. Недаром в них подчеркивается ближнего твоего. Люди, живущие рядом, соседи, по-разному относятся к труду для пропитания, семейным обязанностям, богопочтанию и тому подобного. В результате этого у них возникает различие в материальных благах, семейных связях, счастливой судьбе. Видя лишь конечный результат, а не личные затраты на его получение, соседи желают получить без труда конечный результат путем воровства, обмана, ложного свидетельства, грабежа. Своими помыслами, а потом и действиями они противятся божественной справедливости. Этим самым они показывают свою гордыню, совершают грехи, за которые надо будет расплачиваться. Расплачиваться придется теми же страданиями, что они доставили другим людям. Что касается Робин Гудов, которые вершат справедливость, то это люди, руками которых вершится божественная справедливость. Они должны проработать некие черты характера на пути к духовному совершенству. В их жизни создается определенная ситуация, требующая от них волевого решения, и они ее выполняют. Главное понять следующее. Каждый человек имеет ту судьбу и то счастье, что он сложил ранее. А это ранее кроется аж в прежних его жизнях, что посеяли, то и пожали. И раз с человеком происходят непонятные для него события, значит он предыдущими действиями допустил их появление. Ни один волос с головы человека не упадет без боли Бога. А раз так, то надо со смирением пожинать ранее посеянное. И сживать свои грехи, а новые не делать. Отсюда важен каждый момент настоящей жизни. А можно ли старые грехи или, как это модно сейчас говорит, карму смягчить, облегчить или вовсе избежать, спросила Татьяна. Увы, то, что человек посеял, рано или поздно к нему возвращается, ответил Николай Юрьевич. Но важно понять этот феномен воздаяния за грехи или карму и попробовать на него сознательно влиять. Сущность самого греха составляет определенный мысленный посыл. Именно он со временем, обрастая и усиливаясь себе подобными вибрациями, возвращается назад к пославшему его человеку. И когда создается для этого благоприятная ситуация, он реализуется и совершает сострадание, отработка греха или кармы. Человек страдает ровно столько, сколько кому-то причинил, но не более. Но если человек духовно совершенствуется и из своей душевной оболочки и живает, и счищает вредные побуждения, черты характера, то возвратившийся к нему его же мысленный посыл, не находя зацепки, породивший его, проходит мимо. Объясните, пожалуйста, как это в жизни происходит, загудили слушатели. Например, человек в жизни грубиян, стал пояснять Николай Юрьевич. Он многим людям нагрубил, сделал негативную кармическую наработку, которая должна ему возвратиться и принести страдания. Но человек стал на путь духовного совершенства и изжил дурную черту характера, вспыльчивость и склонность к грубости. Негативная кармическая наработка возвращается к этому человеку обратно. Создается ситуация. Этого человека оскорбляют незаслуженно, даже унижают прилюдно. Он просто принимает смиренно эту ситуацию и никак на нее не реагирует, понимая, что посеянное ранее принесло свои плоды. Теперь разберем ситуацию, если этот человек не проработал свою вспыльчивость и грубость. Создается ситуация. Ответ возвращается в виде незаслуженного оскорбления и унижения. В этом случае ответ резонирует с дурной чертой характера, вспыльчивостью и грубостью. Он на грубость отвечает грубостью и вспыльчивостью. Возникает скандал, возможно драка, что отражается на нитях судьбы. В итоге этот человек может попасть в тюрьму, либо в больницу. В первом случае кармический ответ не нашел своего источника в человеке и не смог за него зацепиться, хотя и создал ситуацию. Во втором случае он его нашел, зацепился, срезонировал и связал узелочек на судьбе. Ввергнуть человека в еще больший грех кармическую задолженность. Примерно то же происходит и в других случаях. Поэтому каждым настоящим моментом жизни мы прийдем нити своей судьбы в худшую или лучшую сторону. От нашего свободного выбора зависит не только наша дальнейшая судьба, но и настоящий момент жизни. Никакого рока, фатума, предопределения нет. Все во власти человека и зависит от упорства и настойчивости. Давайте на этом поблагодарим докладчика. Сколько полезной информации, сказала Татьяна. Гостям пора отдохнуть. Завтра утром путь. 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 Продолжение следует...